Никогда не давите прыщи, никогда зафоршматить. Я сразу скажу ее минус. Макияж в Снегирь сегодня. Почему именно Марина Суя? И Суя, что это такое? Произошло некое недопонимание. Я-я-заргут. На профусе он очень красиво. Думал, да ну не надо, да ну фигня. Как говорится, ручки шаловливые, хочется. Что-то я не той дорожкой пошла. Друзья, всех рада видеть на своем YouTube-канале. С вами я, Марина Суя. Настало время увлекательных обзоров. Но в начале видео давайте обменяемся лучами добра. Я вам дарю хорошее настроение, счастье, здоровье. Чтобы жили все богато и у всех росла зарплата. Во. А чтобы я почувствовала ваши лучи добра, поставьте лайк под этим видео. И напишите любой комментарий. Погнали. И это получается вторая продолжительная часть выпуска вашей любимой рубрики «Магазин на диване. Как мы ходили в Питере в улыбку радуги». Кто не смотрел этот выпуск, обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю ниже под видео в описании. Итак, в этом выпуске вы узнаете... Такие криминальные новости. Вы узнаете мое мнение по поводу новой линейки от Evelyn. Те-три. Те-чай. Начинается. Я-я-заргут. А, чайное дерево. О. Сегодня в обзоре новый тональный крем от Evelyn. И также консилер-корректор. Это не единственный консилер, потому что нас обнесло. И я еще решила протестировать консилер мировой просто. Сколько он уже на рынке. Но это просто лимитка. Тут Marvel, все дела. Я давно хотела протестировать такой консилер от Maybelline с таким спонжиком. Что я еще прикупила? О, хайлайтер. Бюджетный, супер бюджетный хайлайтер от Lovelly. Также я о нем расскажу. И самое главное приобретение в улыбке радуги. Это вот такая металлическая палеточка. Я решила не обделять, кто не любит праздник-праздник. И взяла еще нюдовую палетку. Здесь есть как и матовые, так и металлические оттенки. Фирма называется Profusion. Если я правильно поняла, читается Provision. Но Profusion очень красиво. Там были такие скидки до 40%, везде красные ценники. И, например, я приобрела снова повторно скульптор-румяна от Lamelle в оттенке 404 Taup. И тушь от Evelyn. Я просто такие морковитые вещи одеваю только по праздникам. Ну, образно говоря. Но новое видео на канале это праздник. Главное, что не зафоршмачить. Зафоршматить. Зафоршматить. Ребята, я практически все уже протестировала, успела. Некоторые продукты побольше, некоторые поменьше. Но уже сложилось у меня такое мнение о них. Обо всем по порядку. Начну с макияжа глаз. Давайте пару слов об этой палетке. Вот этой металлической. Такой красотке. Я уже ее протестировала. И также просвотчила. Немножко уже покрошилась. Конечно же, свотчи я покажу чуть позже. Я сразу скажу ее минус. Она очень сыпучая. Можно, конечно, пальцем наслоить на глаз. Просто вот так вот. Но все равно в течение дня будут осыпания. Здесь такая все-таки крупная крошка у металликов. И поэтому, поэтому, ребята, лучше использовать базу под макияж. Такую липкую. Я посмотрела на руке на разных базах, как все держится, как все наносится. И, конечно же, на базе NYX, ну там просто все намертво будет. Даже самые плохие тени. И еще мне понравилась вот база. База от ReLui. Она бюджетная, но она реально хорошо держит металлики и вообще все тени. На NYX, конечно же, будут держаться даже самые плохие тени. Все очень прилично. Все очень красиво. Прям мерцает. Вау. Как будто вот пигмент на вот такую липкую базу будет прям максимальная передача. Я снимала это все на видео, так что я все это, ребята, прикреплю. Вы все посмотрите наглядно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому проверенным ходом я наношу базу от ReLui. И на верхнее веко и на нижнее веко. По большей степени я успела протестировать вот такую нюдовую палетку. И металлики брала из металлической большой. Вот такая палетка в Улыбке Радуги мне досталась в 472 рубля. Я считаю, что это хорошая цена за ходовую палетку. И еще я загуглила, где можно купить такие палетки в Улыбке Радуги. И еще нашла в Ривгош. Цена там 499 рублей сейчас со скидкой. Тоже такая приемлемая цена. На Малберес нет этой палетки. Там всего с горем пополам две палетки этого бренда. Там мы получаем по итогу 12 оттенков. И 4 из них металлики. Малберес нет этой палетки. Моя коллекция кисточек для глаз. Так, я беру какую-нибудь небольшую для растушевки. Кстати, кто не смотрел обзор про все мои кисточки, советую посмотреть перед этим. Предпоследняя. Ну, то есть новенькая. Знаете, тут можно идти от светлого к темному, от темного к светлому. И поэтому я беру вот такой шоколадный оттенок. И буду наносить в складку и в растушевку и во внешний уголок. То есть создавать форму. Так, максимально заношу во внешний уголок. И потом плавненько заношу в складку. База, кстати, она все уже схватилась. Произошло некое недопонимание. Секундочку. Так как ранее я тестировала вот эту палетку на консилере. И сейчас могу сравнить на вот этой базе от Релуи. На Релуи матовые пятнят. Ну, то есть залипают. На консилере они мягко тушевались. Что-то я не той дорожкой пошла. Блин, не советую для матовых, потому что я ее ранее тестировала. И я вот тоже вот это почувствовала. Какое-то залипание матовых оттенков. И теперь я точно убедилась. Я не сомневаюсь, что на этой базе будет хорошо держаться. Но нанесение такое муторное. Ну, как говорится, нанесли уже все, растушевали. Пишите в комментариях, кто тестировал эту базу Релуи. Вот я уже замечаю уже и который раз, что она залипает на себе матовые оттенки. Ну, а посмотрим, как будут металлики на ней смотреться. Ну, на руке все было так хорошо. Далее пушистой кисточкой я наношу посветлее оттенок, чтобы смягчить границу вот этого темного. Давайте вот такой. И вот мне что-то подсказывает, что вот эта база, она уже вся высохла, все. И, наверное, металлики сейчас крепиться не будут. Но, потому что на руку я когда эту базу нанесла, и сразу же потом я нанесла металлики, и все было ок. А сейчас давайте проверим. А какие у нас переходы-то будут? Блин, тут столько оттенков. Какой же взять за акцент? Из этой палетки я брала вот такой зеленый и вот такой светлый. Светлый он более такой мелкий, что ли. То есть вот тут вот крупные хлопья надо на липкую базу. Вот этот можно еще плоской кистью как-то наслоить, но все равно будут осыпушки. Синий, не синий, розовый, красный. Но точно не золотой. Это все понятно, ясно. Давайте я начну вот с такого. Наношу этот оттенок во внутренний уголок. Серединку я оставляю и во внешний еще немножко продлеваю. Посмотрим, как сейчас сработает база. Ну что хочется сказать. Оттенок нужно наслаивать, чтобы не было пробелов. А если пальцем? О, но готовьтесь к тому, что будто сыпание. На второй глаз я также делаю наслоение пальцем. И чтобы оттенок плавно поднять в складку, я уже кисточкой помогаю. Макияж снегирь сегодня, но это не точно. Далее этот оттенок я немножко добавляю к внешнему уголку, ну чтобы был такой переход. То есть центр я не трогаю. А я еще вот эти тени тестировала, когда она мне был тон, консилер, весь макияж лица. Кстати, этот макияж глаз вы можете посмотреть в предыдущем ролике, где я тестировала кисти. Как раз там и я брала зеленые вот эти все оттенки. Поэтому я надеюсь, жизнь меня немножко учит, и сейчас я начала с макияжа глаз. На пальце это выглядит вот так вот, смотрите. Ну вот прям как пигмент. Какой я хочу в центр бахнуть. Я хочу взять вот этот розовый. Этой же плоской кистью наношу в центр. Да, кистью тут как-то так себе. Сразу беру палец. Ой, а розовый-то совсем не цепляется. Совсем от слова совсем. Я попробую рискнуть, нанесу базу на центр, и на свежачок я нанесу этот оттенок. Ага, привет, пошло дело. Все, видите, да? Все прилипло. На вот эту базу нужно наносить как раз сразу. И металлические оттенки. Матовые все-таки... Не, не то. Если вы хотите спокойное сияние, то можно наносить просто пальцем так растушевать. А если вы хотите блик, то нужна база. Поэтому я дублирую здесь еще по центру. И чтобы вот этот блик розовый плавно ушел под бровь, я беру светлый розовый. Вот этот. Либо вот этот. Что-то из этих. А, можно их смешать. И наношу чуть выше. Уже складки вот этой всей темы. Такой блик в бровь. Я, честно, не знала, какой будет макияж. Поэтому, девочки, импровизация. И этот же блик из светлых оттенков я немножко добавляю в центр. А сыпание у меня тут знатное. Смотрите, ребята, вот для такой тушевки, где вот с пробелом, с таким бликом в бровь, то вы можете тушевать матовые вот так вот от внутреннего до центра. Дальше отступ. И поехали во внешний уголок. Это я уже тут выкрутилась. И потом такая, ой, я хочу блик в бровь. Блин, а у меня тут тушевка матовая в весь глаз. И поэтому тут немножко так хоп-хоп-хоп. Вроде ничего. Но, а в целом, чтобы была еще чище вот эта полоса, блик, то можно, да, не делать тушевку во весь глаз, а тут немножко оставлять пространство. Как говорится, нужно пробовать. И там уже поймете, как вам больше нравится. Дальше я беру вот такой фиолетовый. И добавляю слегка во внешний уголок. Вообще, что-то тут уже сработает или не сработает. Я немножко этот цвет оттягиваю, как будто в стрелку. Он плохо наслаивается совсем. Девочки, здесь без 100 грамм базы липкой. Вообще не разберешь ничего. Этой же попробую от Релуи. Добавляю во внешний уголок и припечатываю оттенок фиолетовый. Ну, здравствуйте, да. О, видите сразу что? Я уже тут вообразила себе стрелку. Не, девочки, вот эта палетка работать одна не хочет. Только в компании липкой базы. А с липкой-то базой любая палетка заработает. Не, ну, хочу отметить, что тут оттенков много всяких разных. Блин, у меня даже тенями стрелки то разные получились. Ну, как так-то? Поэтому я беру ватный диск, мицеллярную воду. Сейчас почистим, подправим. Ничего страшного бывает. Вот так вот сгибаю. Прицеливаюсь. Так, выбираю одно направление. Все, у меня туда четкая будет уже стрела, да? О, вот так вот. И сейчас мне нужно выбрать такое же направление второго глаза. Это удобно делать, когда лицо не накрашено. Все. Я так модели начинала раньше красить. То есть, когда вот не знаешь, какое направление еще точно выберет рука. А вот так вот наверняка. Такая получается стрелка растушеванная. Да я считаю, что и сейчас неплохой приемчик такой. Я уже не стала стесняться. Убираю, что осыпалось. Вроде глаза не завалило. То есть, дискомфорта нет. Я уже убираю эту базу. Она вся высохла. От нее толка нет. На ней только осыпушки. Во внутренний уголок сейчас я бахну сияшку. Привет, база. Без тебя никак сегодня. Ну и можно брать базу от NYX. Ну, любую другую липкую. Но вот эта база от RELUY, она липкая только первое время. Потом она, конечно, застывает. Сейчас я беру мятный оттенок. Господи, эта палетка не предназначена, чтобы накраситься за 5 минут на работу. Если брать, конечно, золотистые оттенки, чтобы так пальцем нанести и все. О, смотрите, как на базу. Без базы так не будет, поверьте мне. Дальше я беру снова нюдовую палетку и набираю черный. Маленькой кисточкой я хочу затемнить ресничный край и вот эту стрелку. Понесло я тут уже стрелку все больше и больше. По итогу, ребята, фиолетовый нафиг отсюда пошел, потому что черный его просто подвинься. И я еще подводкой от Maybelline, вот такой. Тут, кстати, кисточка, как кисточка в форме кисточки. И я еще прокрасила вот этот ресничный контур. Это, получается, было. И стало. Ребята, тут можно хоть как плясать, в зависимости от вашей фантазии. Это вот черный или фиолетовый осыпался? Вот этот фиолетовый. Я черный наношу, а фиолетовый просто уже сам уходит отсюда. Понимают, что он здесь лишний. Вот этот осыпался. На нижнее веко в дальнейшем я нанесу уже консилер от Maybelline. Я уже его тестировала. Я вот этим спонжем не распределяю вот так этот консилер, потому что перебор будет. Поэтому я либо пальцем, либо кистью. Этот консилер, девочки, мне очень понравился. С первого применения я такая... Сокровище мое! Я так долго тебя стороной обходила. Думала, да ну не надо, да ну фигня. Чтобы стрелку растушеванную тут тоже почистить. Либо консилером, либо ватной палочкой. Так, я беру маленькую какую-нибудь плоскую кисть. И консилером почищаю границу. В дальнейшем я беру какой-нибудь светлый матовый оттенок. Может быть, вот эти два смешаю. То есть нижнее веко у меня будет таким нейтральным, наверное. Но это не точно. Куда меня еще понесет. Просто затемняю слегка нижнее веко матовыми оттенками светлыми. Вот на консилере матовые оттенки тушуются очень хорошо. На базе вот этой Reloie залипало. Я считаю, что нужно вовремя бывает остановиться. С вотчей я вам, конечно же, все покажу. И выскажу свое мнение, кому нужна вот эта палетка. Сейчас, что мне нужно сделать? Что за акцент, Марина? Кстати, для тех, кто новенький, вдруг кто не знает, почему именно Марина Суя. И Суя, что это такое? Что оно означает? Это моя настоящая фамилия. Да, девичья. Просто Марина Суя. Латвия, Эстония. Оттуда мои корни и моя фамилия. Как вот моя фамилия Пестова. Но Суя закрепилась именно тогда, когда я работала визажистом. И начала я вести YouTube тоже, как Марина Суя. И поэтому это осталось как и псевдоним, и также моя девичья фамилия. И как-то, ну, мне нравится Марина Суя. Поэтому корни меня зовут на родину. Ну, Латвия, Эстония. Я очень хочу, да я вообще хочу везде побывать. Эх. Гелевым черным карандашом от NYX я прокрашиваю пробелы ресничного края вверху. Далее я прокрашиваю обильные ресницы тушью Evelyn. Называется она Varite. Varite. Про нюдовую палетку я сказала по стоимости. Металлическая. 752 рубля. Ну, конечно, я посмотрела стоимость ее. И там цена там 1000-1200. А, кстати, есть она вроде на RIVGOSH. Так, в RIVGOSH она стоит 1300. Ну, получается в два раза больше. Чуть ли. И то это по золотой карте. Без золотой 1400. Я думаю, что если загуглить, можно найти эту палетку. Но вопрос, нужна ли она вам? Давайте я чуть попозже скажу. Ребята, я люблю делать работу за вас. Поэтому я постараюсь найти все ссылки и прикрепить под видео. Тушь Evelyn мне обошлась в улыбке радуги. 179 рублей. Это, конечно, очень выгодно. Но еще выгодно такую тушь покупать в Magnet Cosmetic. На Valkyrie стоит 288. В золотом яблоке 260. Ну, ориентировочно вот. Посвежее тушь я не буду вскрывать. Я еще вот эту не использовала. Она еще у меня в ходу. Глаза готовы. Переходим к макияжу лица. Если вы еще не заметили, меня обсыпало. Это на призыв к действию. Потому что у меня на обзоре тональный крем от Evelyn. И также консилер, точнее корректор от Evelyn. Новой коллекции. Матирующий антибактериальный тональный крем Botanic Expert 3. Придаёт коже сатиново-матовый финиш и гарантирует идеальный вид. Девочки, ну кто себя вот узнает? Вот бывает так обсыпает иногда. Редко, но метко. И вот, ой, руки так чешутся. Короче, надавила я себе тут всего. Никогда не давите прыщи. Никогда. Говорили нам с детства, не давите прыщи. Но, как говорится, ручки шаловливые. Хочется. Но зато можно проверить все в деле. Вот у меня здесь обсыпало. Здесь я. Почитав ваши комментарии, когда я покупала вот этот консилер, вы написали, что его нельзя наносить на глаза. Да, я наносила на глаза. Я жива-здорова, все хорошо. Хорошо, я увлажняю и утром, и вечером. И поэтому я не заметила, что у меня там все засохло нафиг. Нет, все нормально. Но после я уже поняла, что не буду рисковать. То есть, это предназначено не для этого. Поэтому, что мы делаем? Сначала я наношу тон, а потом уже поверх я прохожусь точечно консилером. И замазываем вот это вот все, звездное небо. Тон у меня 02 Ivory. Спасибо, Эвелин, отдушки вы положили поменьше. Обычно, знаете, там пахнет одеколон мужской такой, привет. Но здесь чем-то лечебным попахивает. Попахивает. Так, спонжик. Мне проще его спонжем наносить. Конкретной базы у меня под макияж не было, просто уход. Если пальцем наносить, в принципе, он распределяется нормально. Вот, все. Тон, как видите, не перекроет все несовершенства. Но зато его можно наносить на каждый день. То есть, нет эффекта маски. Он красиво лежит на лице. Тон пока усаживается. Давайте пройдемся к консилерам. Оттенок у меня 005. Вот он такой светлый. Я набрала на руку, и сейчас точечно я пройдусь. Ну, что я вам хочу сказать. Корректор-то неплохой. Ребята, оцениваем. Сейчас точечно прошла корректором. В принципе, нормально. То есть, были как раз высыпания. На каждый день себя штукатурить, если есть высыпание. Ну, а смысл? Мне кажется, так еще будут виднее плещи и все недостатки. Немножко еще пройдусь к консилерам. Maybelline вот здесь. По стоимости со скидкой в улыбке радуги. Этот он мне обошелся. 149 рублей. Там была скидка 40%. Скорее всего, на все. На все были красные ценники. Корректор-консилер для лица Эвелин стоил 113 рублей. Вообще, можно сказать, даром. В поисках сейчас выгодной цены я нашла на золотом яблоке. Например, консилер стоит 163 рубля. А тональный на золотом яблоке 173 рубля. Почему я вообще выбрала этот тон и этот консилер? Во-первых, это новинки у Эвелин. Во-вторых, у меня кожа комби. И как бы эта матирующая версия для меня плюс-минус подходит. На себе я много раз его носила. И могу сказать, что ну хватает. Нет. На весь день его хватает. Но уже под конец вечера уже, знаете, вот на лбу уже у меня тон отходит. То есть он не будет держаться намертво весь день. Нет. На сильно жирной кожи нужно смотреть, конечно. Но если вы припудритесь, я считаю, что проблема как-то будет решена. Он уже зафиксировался, но не намертво. То есть я чувствую, что кожа моя такая живенькая. Липкость немножко есть, но пару процентов так. А так уже тон уже все зафиксировался. Поэтому я чуть-чуть припудруюсь. У меня есть пудра от Эвелин. И также вот, смотрите, персиковая. Это банановая, это персик. Банановая у меня раньше появилась. Потом персик. Я возьму персик. Так, припудрю зону под глазами. Да, везде я пройдусь слегка пудрой. В улыбке Радуги я не купила пудру, потому что ничего такого особенного я там не увидела. То есть я там много что тестировала уже из ассортимента. Там мало было новинок. В основном такие позиции, которые уже давно на рынке. По поводу консилера Maybelline он мне обошелся. 294 рубля. Загуглив цены, я поняла, что я очень выгодно купила. Потому что стоимость где-то ориентировочно 300-500 рублей. Оттенок 03. Он идет как раз таким теплым подтоном, чтобы перекрыть синяки. Для контуринга я беру румяна от LML 404 Taupe. То есть я новенький, пока не буду открывать. То есть у меня вот есть еще продукт. Очень я выгодно купила их, кстати. 119 рублей со скидкой. На золотом яблоке стоимость 189 рублей. Насчет вот этих румян от LML в оттенке 404 Taupe вы уже слышали много раз от меня. Да, это классная находка. Это как и румяна, бронзер и еще скульптор. То есть все. Вот смотрите, как вроде как преображается лицо и все. Три в одном. Чтобы добавить невинной свежести, конечно, нужно взять розовые румяна. Но вот можно и так обойтись. Дальше я перехожу к продукту, который меня порадовал в магазине на свотче. Там были тестеры. И также меня порадовал в деле. Это хайлайтер от Lovelly. Вообще простая упаковка. Ну вот, смотрите. Обычная, но на деле это реально классный хайлайтер. Кто-то любит золотистые хайлайтеры, кто-то холодные. Я люблю розовые. Ну, чтобы придать еще немножко свежести. Его можно и зашлифовывать. И также наносить локально вот так вот пальцем. Я люблю еще спонжем вот так проходиться, чтобы сияние было изнутри как будто. Так, ну и этот хайлайтер можно абсолютно хоть чем наносить. Зашлифовывается он вообще на ура. Из бюджетного сегмента это реально классный хайлайтер. Хайлайтер со скидкой 125 рублей. Это оттенок 03. Я стала гуглить, где его можно еще приобрести. Понятно, в улыбке радуги. Нашла на Wildberries цена 216 рублей. И также на сайте Beloris цена 192 рубля. Для бровей неизменно я беру карандаш от Vivienne Sabo. Но в улыбке радуги я что-то для себя новое не могла найти. Либо там оттенка не было, либо я это тестировала. Оттенок у меня 03. Я иду маленькими штришками. То есть тут подкрашу, там подкрашу. Чтобы не просто нарисовать бровь, а чтобы это было более-менее натурально. Смотрите, у меня тут такой хвост просто. В дальнейшем я укладываю прозрачным гелем Artvisage. Любым прозрачным. Ребята, остались губы. Давайте я сделаю их, как в предыдущем ролике. Потому что вы спрашивали, что у меня на губах. И я там использовала какой-то карандаш. Вроде Best Friends Forever Beauty Bomb в оттенке 02. Это такой холодный классический нюдовый карандаш. Я им рисовала контур. А в принципе можно оставить и так. Из похожих холодных оттенков есть еще от Lamelle седьмой оттенок. В предыдущем ролике был такой акцент на сочные губы. И я добавляла еще ухаживающее масло для губ. Но это такое себе ухаживающее масло. Потому что этот цветной блеск. Реально. Мне чем понравился этот блеск? Он карамельного такого оттенка. И блеск сам по себе плотный. Он не растекается по губам. Вот получается я такую карамельку добавляла. И сейчас думаю, надо ли мне или... Вот мне так нравится. Глянцевое сияние и уход. Это у меня оттенок... Ага, 0,40. Вот такой карамелька. В целом я могу сказать, что макияж мне нравится. Да, с тенями я навоськалась. По макияжу глаз, кстати, тоже ничего. Даже тут такая изюминка во внутреннем уголке. Начну я с нюдовой палетки. Знаете, за 500 рублей очень даже ничего. Маты вытушуются хорошо. Наслаиваются. Все шикардосно. Металлики здесь такие же, мне кажется, по формуле, как и в этой палетке. Она мне напоминает... Сейчас, секунду. Ну не прям в точь-в-точь. Что-то отдаленно напоминает. Но здесь, кстати, менее разнообразная палетка от Evelyn. Вот такая. Шоколад или как она там? Короче, это кофейная палетка. Но здесь, смотрите, вообще разнообразие 0. Все в одной цветовой гамме. Здесь же, ну тоже как бы не разгуляться, но здесь есть черный. Здесь черного нет. По качеству вот эта палетка, она неплохая. Она за 500 рублей полностью себя отрабатывает. И поэтому, если вам не наскучила еще вот эта теплая гамма, и у вас нет бюджетной теплой палетки, такой рыжей, коричневой, поэтому можете присмотреться. Переходим к следующей палетке, к царевне нашего обзора. Ну, знаете, за 700-800 рублей, как вот я ее брала со скидкой, нормально. То есть вот можно взять, но покупайте сразу липкую базу какую-нибудь. Можно от NYX. Там точно на мертво все будет, потому что это все для меня акценты за брюкушки на подвижку, на подвижное веко, во внутренний уголок. По нижнему веку можно тоже немножко приклеить. И все. Пальцем я их наслаивала. Сначала, ого, ничего так, ничего. А потом это все начинает отслаиваться, сыпаться, и не камильфо. Без базы липкой я могу взять другой металлик. Либо с базы липкой я возьму уже какой-то пигмент красивый, там метанука, еще что-то. Здесь липкая база. Ну, это тоже можно рассматривать как пигменты такие. Я уже ищу ей оправдания и думаю такая, ой, сколько же стоят там пигменты. Ну, базу липкую купить. Ну, тут смотрите, сколько оттенков. Можно их все лепенить на липкую базу, и будет вам счастье. Но я говорю, решайте сами. Давайте я вам покажу сводчи, чтобы было понятнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я-то что думала, когда я ее брала? Что это металлики, такие обычные, чтобы пальцем нанести? Ой, лепота, красота! Не нужна липкая база, но тут нужна. Это другая история. Ребята, я всегда стараюсь искать плюсы в косметике, чтобы выжимать из нее по максимуму. И да, я могу сказать, что палетка не пустышка. Цвета есть, но просто тут нанесение такое своеобразное. По поводу продуктов для лица, это корректор и тон. Девочки, мне нравится. Для меня это как раз та золотая середина, когда не супер матовое лицо и не блестит. Вот я люблю естественное. Здесь вот чувствуется, что кожа живая. Самый главный критерий, по которому я оцениваю то, как лежит на Т-зоне. Нос, подбородок, лоб, поры там заваливаются как, где, что. Подчеркивает сухость, не сухость. Бывает всякое. Здесь же все хорошо. Прям нос такой гладенький. И насчет вот этого корректора, он имеет место быть, потому что тон полностью не справляется со всеми недостатками, высыпаниями. Да, я тоже говорю, да, бюджетная стоимость. Да, некоторые высыпания видны, но я не люблю, например, штукатуриться, вот что прям полностью. Если, конечно, это не требует случаев, то есть на повседневку, мне нормально так. Чуть не забыла, консилер от Maybelline. Мне понравился. Он мягкий. Я когда нанесла, думала, ну все. Подчеркнет все, но нет. Для меня, скажу, хорошее перекрытие на каждый день. Если наносить много, то может забиться в складки. Мне хватает совсем чуть-чуть, то есть у него такая пигментация неплохая. Мягкий сам по себе. То есть, да, одобряю. А, точно хайлайтер! Ну тут уже мои комментарии излишние, потому что вы слышали, что он мне понравился и так. Поэтому за такую бюджетную стоимость берите. Я думаю, что не пожалеете. Но, конечно, мои мнения и мои впечатления, мой опыт может с вашим не совпадать. И это нормально. Получается, я была в Улыбке Радуги первый раз. Это в Питере. И могу сравнить его с Магнит Косметик. Ну что-то вот пересекается. Конечно, в Магнит Косметик нет каких-то брендов, которые есть в Улыбке Радуги. И наоборот тоже может быть. Я считаю, что такой нормальный магазин, где можно купить самые топовые такие позиции. Из декоративной косметики. Жалко, что в нашем Кирове нет такого магазина. Ребята, напишите в комментариях, какие позиции из декоративной косметики, которые были у меня сегодня на обзоре, вам понравились. И если в вашем городе есть Улыбка Радуги, то пишите в комментариях, что вы покупаете там. Ну понятно, там, наверное, что-то такое хозяйственное, там, порошок, еще что-то. Ну как Магнит Косметик. Но именно из декоративной косметики что покупаете. Кто-то смотрел это видео до конца, ставьте лайк. Я вас от души благодарю и спасибо большое за ваше внимание, что это время вы провели со мной. Надеюсь, что это видео было для вас развлекательным и полезным. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всех люблю. Всем пока-пока.